друзья всем привет у нас утро и я еду на работу хочу вам показать сегодня у нас как бы много работы хочу вам это показать немножко решил сегодня чуть-чуть пораньше выйти все посмотрим пока я да немножко расскажу значит у нас сейчас 7 15 7 14 работы у меня много получается три магазина в которые я обычно езжу сегодня будет 4 машины в эти три магазина я буду использовать две машины из них то есть я сначала в один магазин заеду на одной машине она там почти полная значит разгружу в один магазин потом приеду обратно в свой офис пересяду в другую машину которая тоже полная и отвезу в другой магазин а еще третий магазин там кто-то другой я даже не знаю кто кто-то другой поедет и там две машины в третьем магазине вот в общем вот такая у меня сегодня работа это это много у нас работа вычитать слышите как у нас цикады поют то вот так вот целый день вот такой вот шум везде по всей японии практически так не сегодня вот на двух машинах на ехать сразу же одну проверим если там ключи для меня да ключи есть чтоб ударился ну поехали ребята сейчас включаю тахограф вот я подъезжаю к первому магазину сейчас посмотрим что тут с очередью я специально выехал пораньше чтобы без очереди был вот одна машина стоит вот она разгрузится это все у меня в этот магазин там и там там а и Продолжение следует... 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 То есть водителю, вот у меня было пару дней назад, но был техосмотр, машину забрали на техосмотр. И меня просто, ну, сказали, что я вот целый день буду ездить на другой машине, и все. И что они там делали на этом техосмотре, ну, возможно, что-то меняли там. Они об этом не говорят водителю, то есть это вообще не водителя работа, то есть поэтому они ничего не говорят. Я у директора спрашивал, что там, да, делали в машине, так как я все-таки первый раз, вот, на моей, ну, как, я полгода только работаю, первый раз у меня такое было, что вот машину забрали. И он говорит, я сам не знаю, то есть это в сервис отвозят, они там что-то делают, а потом уже счет выставляют главному офису, то есть, и даже это вот у меня директор, это все не видит. Директоров у нас, по-моему, или два, или три, я точно не знаю, то есть, несколько у нас офисов вообще, то есть, я вот даже в других и не был, только был вот на своей, там, где я работаю. Людей видел с разных, то есть, видел разных людей, которых я не знаю, но вижу, что в одной и той же фирме работаем, такое часто встречается. Вот, потому что много людей, на самом деле, мы не все друг друга знаем. Так что, вот так вот обслуживается у нас. Друзья, по поводу, значит, Auris своей, это моя предыдущая машина, Toyota Auris была. Значит, смотрите, покупал я ее за 750 тысяч йен, покупал я ее 8-летнюю, и проездил я на ней 4 года, естественно, она была ни бита, ни крашена, там, все дела. И продал я ее, значит, за 150 тысяч йен знакомому, потому что, значит, я сначала попытался в салонах, ну, поспрашивал, сколько за нее дадут. Там вообще, некоторые салоны вообще сказали, что за нее ничего не дадут, из-за того, что пробег был уже больше 100 тысяч, около 100 тысяч был пробег. Вот, этот, в машине, в Японии это уже считается, как не автомобиль, больше 100 тысяч. Ну, то есть, автосалоны уже сильно не ценят ее. И продал знакомому, поэтому, за 150, а, в салоне, где я сначала нашел свой хорек уже, у них спросил, они, так как я покупаю, значит, у них машину, они согласны были забрать мой Аурис за 70 тысяч йен, то есть, это 700 долларов примерно. И поэтому я продал знакомому за 150 тысяч йен. Также в Японии, значит, перед тем, как купить машину, точнее, во время, когда ты оформляешь машину, тебе надо предоставить такую справку с полицией, что у тебя есть, значит, место парковки, что ты либо снимаешь, либо купил, в общем, что у тебя есть, где оставить машину. Это ты должен пойти, значит, в полицейский участок, дать им запрос, потом приедет полицейский, посмотрит место это парковки, и только тогда они дадут добро. Это обычно пару дней занимает. И только после этого ты можешь вот купить машину. По поводу аукционов, я в прошлый раз сказал, там много мне начали писать. Ребята, я имел в виду, что на аукционах покупают машины только предприниматели. Обычные люди, все вот граждане, вот этот, допустим, все покупают машины в автосалонах. БУ, либо новую, разные автосалоны есть. Также, кстати, тойотовские автосалоны, там тоже есть БУшные машины. Поэтому все покупают в автосалонах. Автосалоны являются как что-то типа перекупами, потому что они покупают, а некоторые даже на аукционах забирают автосалоны, то есть на аукционах забирают машины, и перепродают, и там нормально на ней наваривают. Поэтому в Японии менять машину, то есть, ну, это невыгодно, на самом деле. То есть, если ты купил машину, допустим, за, ну, допустим, за 1 миллион йен, и там через неделю, ну, БУшную, да, и через неделю захочешь ее продать, ты ее уже продашь, там, тысяч за 800, наверное, йен, если не меньше, на самом деле. Вот, то есть, это в любом случае это невыгодное дело. Вот хорек, как у меня, в простой комплектации. Сейчас быстренько 50 в другую машину. Все, поехали, ребята, в другой магазин. Машина точно такая же, как у меня сейчас была, только тут пробег как бы другой, тут 84 тысячи км пробег. На той, по-моему, 90 с чем-то, что ли. То есть, в принципе, одно и то же. Вон, ребята, смотрите, какой там аппарат стоит. Друзья, по поводу правил дорожного движения. Значит, многие у меня спрашивают в комментариях. По поводу малой сидит, то, что у меня впереди, да, и без кресла, без детского вот этого кресла. Ну, значит, смотрите, во-первых, самое первое, что кресло там есть у него. Оно маленькое, оно находится под ягодицами. Это специальное такое кресло, чтобы ребенку просто по росту подходил ремень безопасности. Так как в правилах именно за ремень сказано. То есть, кресло не обязательно детям иметь. Там, по-моему, до что-то, до одного или до двух лет обязательно кресло вот это детское. А потом все. У вас тут просто должен сидеть, если впереди, то с ремнем безопасности. Я слышал, что и сзади должны быть пристегнуты пассажиры. Но, как бы, у меня никогда не пристегнуты. У меня сзади тонировано все. Ничего не видно. И я, ну, не видел, чтобы кого-то тормозили. Но кто-то мне уже просто писал в комментариях за задних пассажиров. Возможно. Я за это не знаю точно. Потом, в Японии можно пересекать двойную сплошную. Вообще, японские правила очень сильно отличаются от наших во многом. Просто во многом. Вот там двойную можно пересекать. Ребенок может впереди сидеть. А вот, допустим, на велосипеде можно переезжать пешеходный переход. Пьяный за рулем на велосипеде. Это тоже могут. Там сильный какой-то штраф. В общем, и если у вас есть водительские права, то могут их изъять даже. Вплоть до такого. То есть, если пьяный, на велосипеде ешь. Остановился перед магазином, значит. Не доехал до магазина, потому что здесь, значит, перед тем, как приехать в магазин, именно в этот, нужно сначала позвонить им и сказать, что ты подъезжаешь. Ну, я позвонил, сказал. Они сказали, внутри места нету. Значит, очередь. Остановись где-то на улице. Ну, и я пошел, купил себе латы. Здесь комбини, вот эта стенка от комбини. Пошел, купил и сказали ждать где-то около часа. Вот опять буду сидеть, ждать, в общем. В телефон играть, планшет у меня есть с собой. Слава богу. Все. Вон там этот магазин, вон, видите, желтая. Желтая такая стена. Значит, не доехал до магазина. Еще чуть-чуть бы и доехал. Ну, в общем, жду. Еще также купил в комбине, значит. Есть мороженое на палочке, знаете. А бывает сосиска на палочке. Сосиска на палочке, ребята. Так же они там дали. Такой вот, значит, кетчуп и горчицу. Причем удобно очень. Ты так отсюда нажимаешь, смотрите. Оп, и все. И оно уже пошло и кетчуп, и горчица. Ну, сначала кетчуп, походу, делал у меня. На самом деле, очень вредная еда. Иногда просто кушать хочется. Оно быстро и дешево. Начал разгружаться в полпятого. Это с двух часов до полпятого. То есть, два с половиной часа я сидел, ждал. Начинаю разгружаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА друзья в общем я разгрузился сейчас уже пол шестого представлять я сюда приехал два часа начал разгружаться значит 430 учатся два с половиной часа я просто сидел и вот 530 я уже разгрузился там вообще такой прикол здесь тоже надо было наверх на самый поднимать это третий этаж получается надо поднимать груз и перед тем как я начал разгружаться значит сломался ли кто-то застрял в лифте прикиньте ну и короче я сначала подумал наверное не надо будет уже разгружаться смотрите какой модель здесь типа модно и видно давай проходи значит думал я что не надо разгружаться оказывается у них есть там какой-то аварийный лифт запасной сейчас я выйду все прорвало трубу значит оказывается у них есть запасной лифт я загрузил туда но вы же видели да что у меня значит груз был один на один были стиралки стояли и получается что я загрузил в тот лифт выхожу с лифта а я первый раз тем лифтом пользоваться вот этим аварийным выхожу с того лифта а там на третьем этаже значит дверь такая надо в дверь зайти а она низкая очень я офигел круче я там снимал эти стиралки те которые были один на один уж они не провозят прошел этот квест короче дальше после холодильники которые тоже не пролазит блин я вообще я там насмеялся блин а холодильники нельзя короче там есть такая но картинки такие там на коробке на самой как типа и вот можно тащить там но его нельзя в общем наклоняет нельзя ложить его на бок в общем но я пока никого не было никто не видел я быстренько положил на бок протащил его туда потому что он вообще никак не пролазит там реально узко даже я вот прохожу то есть нужно при но наклоняться головой поняли задеваю дверной косяк это вообще так я так насмеялся там выше именно квесты такие проходил ну вот в общем видите как уже пол шестого а мне сейчас надо обратно пересесть другую машину и уже на завтра значит загрузиться уже на складе в общем поехали сегодня я буду допоздна наверно вспомнил одну историю с парохода по поводу внешность обманчиво значит на пассажирском судне подселили ко мне но в каюте там 23 и 4 человека по разному живут разные каюты и подселили ко мне серба сербии а он молодой такой ну как лет двадцать ему может больше и такой он высокий значит и очень худой и похож на наркомана вот именно лицо прям вообще ну вылитый наркоман особенно вот с утра когда он заспанный у него эти глаза залипшие короче как будто только что вот укололся знаете а и я когда его вообще первый раз встретил я сразу же ему такой ну ты ты типа наркоман да он это вы достали меня я никогда в жизни ничего не употреблял и он оказывается вообще никогда даже там траву не курил вообще то есть там максимум 2 2 бутылки пива он мог выпить и все то есть такое он что-то там спортом занимался а сам ну худой худой такой ростом метр девяносто где-то ну а сербы вообще они все высокие а вообще так нормальный пацан ну сам по себе ну вообще сербы я скажу таки они наши как мы вот прям знаете плане но я с разными работал там филипинцы там до индонезы разные разные вообще американцы но вот именно сербы это это мы это один народ реально ну и в общем и из-за того что он вот так выглядел его постоянно на судне таскали по наркотесты он постоянно сдавал мочу там а там получается где-то раз в неделю может реже как-то ну как-то иногда реже иногда чаще были наркотесты и просто произвольно выбирали людей я вот никогда туда не попадал ну как бы все сдают перед рейсом обычно все тесты там кровь мочу там все анализы ну медкомиссия а на судне именно там выборочно получать выборочно но его каждый раз каждый раз он попадал на эти наркотесты именно из-за того что он выглядит на ну похож очень на наркомана его так злило это все мы постоянно ржали с него вообще вспомнил такую историю судна вот смотрите вот такие такси да это вообще миллионники крауны тоже старая уже машина ну смотрите состояние для наш такси работает то есть ее юзают там каждый день на наматывает ну много в день я так думаю и тем не менее вообще до состояния посмотрите хорошие машины делали конечно хорошие в это время японцы сейчас тоже хорошие не спорю но тогда мне кажется лучше и металл был получше много кто это говорит смотрите ребята опять же про правила дорожного движения видите двойная сплошная то что я и говорил и и все пересекают даже я сейчас сделаю вот япония можно пересекать двойную сплошную меня пропустит нет ведь это тоже лезет пересекать вот эти двойной сплошной между ней то есть там такая еще и япония знаете что можно там есть когда вот между вот эти двойной сплошной между ней то есть там такая еще идет разметка вот тогда нельзя пересекать что у нас там все вроде в порядке все теперь мне надо поменять машину и ехать за грузом камера очень хорошо вот когда видите близко раз подъехал себе все выключаю токограф поехали в другую машину ребята перчаточки главное не забыть хай арига току замаз от скорой смс вот оказывается представляете начальник вместо меня поехал он увидел что я значит ну поздно заканчиваю и он поехал цеплять и грустно завтра вот такие дела в общем все ребята тогда прощаюсь с вами всего доброго подписывайтесь на канал ставьте лайк также подписывайтесь на телеграм-канал там есть много чего интересного все ставьте лайк всем всего доброго всем пока ребята давайте также ребята скоро будет я так надеюсь скоро будет обзор на мою машину как насчет этого напишите пожалуйста в комментариях хотели бы видеть машину небольшой обзор то что знаю расскажу в общем все всем пока